В гостях у меня сегодня Гульнур Орунбаева, директор справочной правовой системы «Параграф». Здравствуйте, Гульнур. Доброе утро. У меня вопрос всегда для утра стандартный. Сложно ли просыпаться так рано? Нет, не сложно. Вообще не сложно? Да. Я с детства просыпаюсь очень рано. Для меня это очень легко. Независимо от того, поздно я ложусь или рано, я всегда просыпаюсь очень рано. А вы можете назвать это залогом своего успеха? Можно сказать, что это является залогом успеха. И обязательно хороший плотный завтрак. Вот. Я всегда, я всегда, всегда говорю всем зрителям, что в действительности завтрак – это самая важная вещь. Ну а вообще, есть вот какие-то еще алгоритмы, либо секреты раннего пробуждения и на весь день быть заряженным хорошей, светлой энергией? Самое первое – это когда просыпаешься, открываешь глаза, и я думаю, что улыбнуться нужно. Самое первое. Независимо от того, как я себя чувствую, плохо или хорошо, погода на улице какая, я всегда стараюсь улыбнуться. И с этого начинается мой день, утро моего. Ну а теперь давайте перейдем к работе. Справочно-правовой центр «Параграф». Как пришла идея, ну и вообще, в принципе, в чем она заключается? Потому что не каждый человек, да, знает, чем вы в действительности занимаетесь. Расскажите нам, поделитесь. Хорошо. Буквально в этом году мы отмечаем 15-летие компании. 15-летие уже? 15 лет мы на рынке уже существуем. Наша база данных создавалась как энциклопедия кыргызского права. Далее мы несколько раз меняли бренд. Сейчас, на сегодняшний день, мы представляем справочно-правовую систему «Параграф». Название «Параграф» пришло нам в идее, как книга. То есть мы ее представляем, справочно-правовую систему, как отдельно для юриста, для бухгалтера, для медиков. Эта информация представлена вот в таком разделе. Дополнительно, на сегодняшний день, вот буквально, можно сказать, лет, наверное, 8 назад многие задавали вопрос, чем мы занимаемся и для чего вам ваши услуги нужны. Сейчас потребитель, он изменился, он уже готов использовать свои, да, понимает, для чего мы нужны. Это правовая информация, это пропаганда правовой информации идет через нашу компанию, через наши услуги. Эта информация пользуются практически не только специалисты, но и обычные жители, которым нужна та же информация, тот же налоговый кодекс, тот же трудовой кодекс. То есть, помимо информации для специалистов, я знаю, что у вас есть сайт в интернете, то есть, я так понимаю, он как раз-таки создан для обычного пользователя, да? Сайт advisor.kg, мы его никогда не меняли, он остается 3wadvisor.kg, этот сайт предоставляет информацию правовую, новости Кыргызстана именно в сфере права и все законодательство Кыргызстана в электронном виде. Там можно найти? Можно вспомнить такой радостный момент, когда я получила благодарственное письмо от жителей Кыргызстана, когда люди искали в нерабочее время, то есть, у многих установлена правовая система на работе, А вот после 6, кто находится дома, они искали жилищный кодекс, то есть, результат выдал именно наш сайт с последними изменениями, то есть, жилищный кодекс, как известно, на сегодняшний день не существует еще СССРовского варианта, сейчас он подвергается поправкам, то есть, он сейчас в законах... Хорошо, вот от обычного пользователя к пользователям, таким, скажем, профессионалам, то есть, я правильно понимаю, что есть некая компьютерная программа, да, справочная система, такая уже большая и крупная, для отдельного специалиста, то есть, будь то отдел кадров, бухгалтерия, юрист и так далее. Это информация сейчас используется, это инструмент, которым пользуется юрист, это информация, которую юрист может использовать в повседневной своей работе, то есть, это функциональные возможности, которые помогают им искать ту или иную информацию. То есть, буквально, вот недавно у нас был семинар среди наших клиентов, именно по бухучету и налогообложению, и мы буквально там обсуждали такой момент, что сейчас бухгалтер может практически за несколько минут прочитать весь налоговый кодекс. То есть, посредством правовой системы параграф. Как это делается? То есть, мы выбираем тему, например, НДС, и подсветка полностью показывает в документе, где именно указано слово НДС, налог на добавленную стоимость, и практически за несколько минут бухгалтер может просмотреть всю информацию касательно налога на добавленную стоимость. Ну, прям вы светлейшим делом занимаетесь. Расскажите еще такой вопрос, Гудина. Есть ли какие-то планы на будущее, вводящие что-то новое, либо открывающие какие-то новые возможности? Вот то, где можно завесу тайны приоткрыть уже и нам рассказать. Конечно, есть такие планы. Мы, в первую очередь, хотим еще больше улучшить предоставление качественных услуг, именно сервис хотим. Дополнительно мы сейчас готовим новые функциональные возможности. Здесь я конкретно не буду пока рассказывать, пусть это будет маленькая новость для наших клиентов. Мы готовим очень много дополнительных функциональных возможностей в плане использования правовых документов именно в своей работе. Последняя разработка наша была, это чтение нормативно-правового документа параллельно на русском и на кыргызском языке. То есть это говорит о том, что сейчас массово идет пропаганда кыргызского языка. То есть мы, в первую очередь, внедрили эту функцию, чтобы специалист мог одновременно читать текст на русском языке и на кыргызском языке. То есть это все сразу переводится, да? Все это автоматически, это параллельно идет текста, то есть он может видеть этот текст. Ну, в действительности светлое дело. Ну, а теперь расскажите, как давно вы работаете с бизнес-клубом Infox? То есть вы уже сказали, вы 15 лет на рынке, это страшно представить в действительности. Мало какая компания может у нас в Кыргызстане похвастаться таким большим опытом наработки. Ну и вот как приобретаются партнеры, ну и собственно о бизнес-клубе Infox? С бизнес-клубом Infox мы практически знакомы более 6 лет. Более 6 лет практически с момента основания, наверное, бизнес-клуба. Это партнерство нам дает очень много полезной информации. Наверное, объединяет нас компанию Infox и нашу компанию, это информация. То есть они предоставляют справочную информацию, мы предоставляем правовую информацию. Самое важное – это актуальность, достоверность этой информации и оперативность предоставления этой информации. Ну, то есть у вас, скажем так, один конек. Да, да. Ну и, конечно же, по традиции, ваши пожелания как молодым людям, которые боятся чего-то начинать, я имею в виду молодым бизнесменам, либо еще не бизнесменам, ну и, конечно же, всем кыргызстанским. В первую очередь, это, наверное, упорство. Бизнес – это нелегкое дело, то есть это нервная работа, это трудная работа, очень много бывает проблем, которые, возможно, кому-то мешают, но кому-то они помогают идти дальше, развиваться. И можно выделить, чтобы молодые люди свои идеи продолжали развивать, не боялись начинать новое свое дело. И хотела бы посоветовать, чтобы они делали хорошие дела, не только работали на результаты, именно на прибыль, на получение денег, а именно на выполнение каких-то хороших дел, предоставление хорошего товара, предоставление хороших услуг. И в конечном итоге это даст уже свой результат, тот результат, который вы хотите получить. Это финансовая независимость, это удовлетворение от той работы, которую вы делаете. Вот такое пожелание хотела бы именно молодым специалистам. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ну и я знаю, что вы к нам пришли не с пустыми руками. Да, конечно. Компания «Эдвайзер» информационная система «Параграф» предоставляет пятому каналу доступ к правовой системе, к полному пакету максимум справочной правовой системы «Параграф». Мы произведем установку вашей программы, проведем обучение. Это все получают наши все пользователи в таком объеме эту информацию. Дополнительно вы через правовую систему «Параграф» получите информацию не только нормативно правовым документам, но и к аналитике. То есть это комментарии ведущих специалистов Кыргызстана, это статьи, бюллетени, обзоры. Вся эта информация у вас будет под рукой. Я думаю, что вы будете юридически подкованы в решении своих поседневных вопросов. Естественно, что у такой компании, как «Телеканал», эти вопросы возникают. Спасибо. Спасибо вам огромное. Еще раз спасибо, что пришли к нам так рано утром. Ну, теперь я уже знаю, что вам это было несложно так рано проснуться. И еще раз, друзья, хочу подчеркнуть, что самое важное – это завтрак. Ну, а сейчас от наших гостей, от нашего сегодняшнего гостя, я напомню, что у нас в гостях была Гульнура Рунбаева, директор справочной правовой системы «Параграф», мы перейдем к музыке, что тоже немаловажно с утра, потому что музыка способна заряжать. Редактор субтитров А.Семкин